Опять-таки в Чехии считают, что Украина должна получить такую же поддержку, как и Израиль в ходе атаки Ирана. Кирби заявил буквально накануне, что это совсем разные истории. По-вашему, реально ли это? Я думаю, что действительно истории разные, однако не настолько кардинально разные, как в этом пытаются убедить часто. Потому что все-таки, скажем так, говорить о том, что вмешательство любой страны НАТО приведет к тому, что Россия будет считать, что она воюет с НАТО, на этом не приходится. Говорить почему? Потому что есть политика каждой страны тоже отдельная. Это, кстати, то, о чем президент Франции Макрон говорил. Поэтому я думаю, что все равно придет к этой поддержке. Вот сейчас мы видим обсуждение возможности привлечения противовоздушной обороны Польши к прикрытию западных областей Украины. То, о чем говорилось буквально где-то меньше месяца назад, когда были залеты российских ракет в воздушное пространство. Поэтому я думаю, что заявление Чехии, оно, в общем-то, тоже в этом ключе. То есть я не думаю, что, в общем-то, не будем реалистами. Однозначно такой же поддержки, как Израилю, в отражении воздушных атак не будет. Все-таки, да, есть немного иная ситуация. Но поддержка будет усиливаться, конечно. Еще одно событие, за которым все-таки пристально следят все, это переговоры очень важных персон мировой политики. Канцлер Германии Олаф Шольц в эти дни с визитом в Китае и на переговорах с Си Цзиньпином он поднимет, кроме прочего, вопрос войны России против Украины. О чем могут говорить лидеры? Будет ли Шольц склонять Китай поддержать, возможно, формулу мира Зеленского и таки приехать на саммит безопасности в Швейцарию? И вообще, в целом, чем важна еще эта встреча для мировой политики сейчас? Ну, в общем-то, уже есть первые даже известия о том, о чем говорили. О том, что китайские коммунисты, Китайская Народная Республика считают, что на конференции мира без России делать нечего. То есть, поэтому вряд ли мы более увидим, да, тут поддержку полностью формулы мира. Хотя, на самом деле, президент Украины еще в прошлом году об этом, в общем-то, предоставил такую возможность. То есть, имплементация, любая страна, которая, например, полностью не устраивает формулы мира, которая предложена Украиной, она может имплементировать вполне конкретные пункты ее, которые ее интересуют. И много стран, в том числе глобального юга, выразителем интереса которых пытается себя поставить Китайская Народная Республика, поэтому пути пошли. Поэтому пока что, ну, скажем так, мяч на китайской стороне поля, да, то есть пока что у них есть возможность отреагировать таким образом. Ну и, в общем-то, все-таки, наверное, вряд ли можно говорить о том, что Китай откажется, да, от того, чтобы предлагать участие России в саммите мира. Но это, мягко говоря, нелогично. То есть, это все-таки, так сказать, участие агрессора, президент, который находится под ордером Международного уголовного суда за одно из самых жестких преступлений до геноцидного плана, то есть за депортацию украинских детей, оно, мягко говоря, нелогично. Также, например, в 43-м году на конференции Сан-Франциско объединенные нации почему-то не приглашали Германию, да, то есть поэтому тут сейчас, да, ситуация несколько иная, но вот, тем не менее, вот предложение со стороны Украины остается для Китайской Народной Республики открытой. Продолжение следует...